Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встретиться с вами сегодня на этой выставке по «Зенда в Сокольниках» и рассказать немножечко о том, о нашей программе, которая началась в программе «Световодство». И как раз Андрей Малышев, один из самых известных и наиболее часто читающий лекции нашей программы на сегодняшний день. Программа будет уже 10 лет, исполняется в январе следующего года. В 10 лет мы говорим о «Световодстве», «Световодстве», «Ландшафтном дизайне», приглашаем самых лучших, предыдущих специалистов, молодых, а также так называемые легенды, можно сказать, «Световодство», 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 которые написали небольшое количество книг прекрасных. И все эти знания и сведения мы бесплатно даем нашим слушателям, чтобы они могли применить это на своих садах, огородах, зрачных участках. У многих это прекрасно получилось, получается. Я надеюсь, будет получаться. У нас был некоторый перерыв летний в нашей программе. И, значит, середина октября мы продолжаем нашу программу. Значит, конечно, теперь уже не в павильоне «Световодство», а торговый центр на Останкинской, 1-й Останкинской, дом 55, где можно приехать и послушать. Это будут вторники и субботы с часу до трех в наше время, где вы сможете приехать. И Андрей Малышев там тоже будет говорить о гортензиях, рододендронах, голубика-брусника. Вы сможете купить книжечки, хорошие справочники на тему, потому что за час-полтора невозможно дать всю информацию по растениям, потому что темы большие, серьезные. Секретов выращивания у разных растений огромное количество. И поэтому у нас есть и повторы, в том числе и лекции. Все они все равно будут разными. И мы приглашаем вас к нам в октябре. Уже в октябре, вторая половина октября. С 15 октября. Информацию можно будет посмотреть и на сайте Андрея Малышева, и на цветочные книги, и Центр цветоводства, так называемые. Вконтакте у нас есть ресурс. Из первых рук вы получите информацию о наших мероприятиях. Есть еще сторонние сайты, интернет-сайты. Они тоже иногда транслируют и берут наше объявление. Но они запаздывают. Поэтому если сразу и быстро, то это именно из первых рук на наших услугах. Если будут какие-то вопросы по нашей программе, я смогу ответить на них после лекции Андрея Малышева. Сейчас он подойдет, и лекция начнется. А я задам пока, спрашиваю, нет ли у вас вопросов. Может быть, ко мне лично по программе. Ко мне сейчас подойдет. Ну, расскажу, пока он идет, не знаю, идет. Про наш книжный магазин, который один такой в Москве. Даже, наверное, в стране. Лет 20-30 уже занимаемся книгами, например, «Гортензия». Тоже какие-то есть такое. Или, допустим, «Родокендрены». И самые ценные, резкие книги можно найти в наш магазин. Передаю слово Андрею. Здравствуйте. Адресы. Адресы. У нас продолжение векции. У нас, если кому-то нужны визитки, то есть, пожалуйста, к девочке. Спасибо. У вас книги, да? У нас книги, у нас векция. Мы находимся на Москве Нового Грунка, 1-го останкинской, 55. Всем здравствуйте. Зовут меня Андрей Налышев. Сегодня у нас лекция по «Гортензии». Завтра лекция тоже будет с 15.00 до 16.00. Садовая голубика. Открою секреты самых вкусных сортов «Гортензии». Ой, самых вкусных сортов «Голубики». По «Гортензии» самое вкусное скажу про сегодня. Вы знаете, год 2023, конечно, в преддверии этого года, очень уникальный тем, что этот год ожидается очень много новых сортов «Гортензии». Конечно, в этом году, в 2022 году, кто упустил сорта «Гортензии», было тоже много. Были сорта «Гортензии» от Алекса Шумахера, от Гуйдера Вейта, от Петра Ван Лювина, от жанра «Но». И многие увидели недавно премьеру сорта «Гортензии». Буквально Татьяна Васильевна Смирнова не так давно показала сорт «Металлика». Хочу вам сказать, это действительно фантастический сорт. Конкуренсов этого сорта пока не будет, наверное, даже в ближайшие несколько лет. А сорт пока визуально вы не увидите вживую, вы не поймете. Все, что показывала на видео, это все не передает картинку даже близко. Это то же самое, как самарскую лидию увидеть в грунте, в открытом. Не так давно я приезжал в гости к Верри Глуховой. Я снимал ролик, многие, может быть, видели на поле, я не снимал. Если повезет, если будет у меня время, я, конечно же, обязательно сейчас еще съезжу в Верри Глуховой. На самолете летаю. Потому что сейчас там «Даймонд Руш» окрашился в этом году просто фантастический. Такой вишневый оттенок. Шикарно показал себя сейчас сорт. Самарская лидия, конечно, оттенок тоже очень классно показала. У меня, к сожалению, на участке в этом году самарская лидия уже не показала оттенка. Потому что у нас было буквально... Вы знаете, когда я в Верри Глуховой уезжал, было не так давно очень интересное мероприятие. Это Organic Mix, если кто слышал, может быть, смотрели. Был турнир по тыквам. Он проходил в городе Ульяновск. Садовый центр под Солу, как вам называется, да. Есть такой Андрей Хачев. Выросил тыкву в объеме практически под 800 кг. Огромная тыква. Кстати, кто был на выставке в трогу Синого ДНК, она была в живую. Можно было посмотреть на стенде Organic Mix. Эту тыква в живую. Она реально огромного размера. Обнять ее просто было невозможно. Мы стали вчетвером, пытались ее охватить, но это практически нереально даже вчетвером. То есть объем был очень большой. Но рекорд, рекордсмены, конечно же, американцы. Как американцы? Испанцы выросли тыкву. По-моему, то ли испанцы, то ли итальянцы. Я не буду обманывать, конечно. Но выросли тыкву. Вот именно вот этот сорт. Атлантик. Атлантик он, по-моему, называется. Выросли тыкву. Один тонн на 230. Это был рекорд мировой. Тонн на 230. Но учитывайте тот момент, что у них все-таки теплее. У нас холоднее. А тот Андрей, который ткачок выросил вот эту огромную тыкву, он выращивал, знаете, страна, как бы, страна, говорю, город. Город Луховицы. Ну, Луховицы, знаете, где огурцы. Вот. Страна огурцов, как так называют. Вот. Он именно там выросил вот эту громадину тыкву. Просто громадину. Просто шикарную громадину тыкву. Конечно, фантастический сорт. Они, кстати, Organic Mix продают именно комплекс, чтобы вырастить такую тыкву. В этом году был призовой фонд в миллион рублей. Андрей Ткачев получил 300 тысяч на руки. Он занял первое место. Но самое интересное, мне понравился парень. Я не помню, какой город. Я на ютубе, конечно, вкладывал. Я брал ему интервью. Мальчику, 13 лет, он выросил тыкву весом 503 килограмма. Он занял третье место. Вот, представляете, 13 лет вот такую тыкву выросил. Поэтому, благодаря замечательному проекту Organic Mix, я не просто как бы рекламирую. Вы знаете, я не сторонник рекламирую компанию удобрения, потому что сам пользуюсь на протяжении многих лет осмокотом, базокотом. Но я понимаю, что эти компании скоро, я так полагаю, вообще в России поставляются не будут, потому что базокот уже в Россию не поставляется. Продаются остатки, отходы. Осмокот поставляется в России очень много контрафакта. То есть, что это контрафакт? То есть, вы покупаете осмокот, а по факту это не осмокот. Вот, это контрафакт называется. И к тому, что реально контрафакт, который не навредит вашему растению, но толку никакого не будет. Поэтому я выбирал компанию удобрения, которое можно было испытать. В этом году я испытал, конечно, удобрения Organic Mix. Я видеоролик, кстати, на розовую деревню выложил. У меня есть ролик, можете посмотреть. У меня Самарская лидия выросла в высоту метр семьдесят. Метр семьдесят. Не метр тридцать, как у Веры Голковой на поле. А метр семьдесят. Московская область. Павловский фасад. Шапки были до тридцати двух сантиметров. Очень большие. Ну и единственный нюанс был один. Вот я, в принципе, мучился, мучился, думаю, в чем проблема. Шапки огромные, приросты большие, все адрес снимаю, все хорошо. Я, конечно, использовал препараты биокорень, аминорост и биотолус. Вот эти препараты я использовал. Антизиму, кстати, я буду в этом году использовать первый раз, потому что этот препарат появился буквально только-только. Вот мне его дали, Сурьяновского, привезли специально для вас. Это, кому интересно, можно на нашем стенде купить. Называется антизима. Зима. Антизима. Этот препарат позволяет усиливать стенки сосудов корневой системы, любого растения, и также структуру самерка растений. И растения уходят в зимостойкость очень быстро. Вы знаете, это актуальная тема, кстати, не только для роз, или для растений, которые плохо зимуют. А я думаю, что это актуально для тех растений, которые сажаются в первый год посадки, ну, в первый год жизни. Те же гортензии, которые вы сейчас покупаете, или там любые растения. В любом случае, мы первый год всегда укрываем. И если все-таки растению дать такой антистрасан, то именно антизима, я думаю, что это будет послужить хорошей зимовке в дальнейшем. При том, что все препараты, которые они выпускают на рынок, все происходит методом испытаний. Испытаний не один год и несколько лет. Сама компания находится в городе Уемос. Это мой родной город, где я родился. Я прожил там, можно сказать, 15 лет. Сейчас мне уже практически 40 лет. Сейчас я, конечно, больше полужизни уже, ну, по сути, 25 лет живаю в Москве, ну, в Московской области. И в этом случае, я хочу сказать, мои землики. И так как все-таки я агроном, я закончил МИЧГАУ, то есть я по специальности плода овощевого семеноградовства, семеноводства овощной культуры. То есть у меня есть специализация, то есть я не просто там какой-то балкун. У меня огромный опыт выращивания растений. Первый опыт, который мне дал, конечно же, Бахов Евгений Александрович и Микаил Яковлев. Этот опыт я получал в 2002 году. Если помните, выставка Пазендов там в то время проходила на заводе имени Арджиникидзе, Ленинский проспект. Вы помните, Пазенда была одна из самых крупных выставок в Москве. Были две самые крупные выставки. Это Пазенда, конечно же, не такие объемы, как сейчас, но намного здесь, наверное, раз, может быть, в 30, даже больше, чем она сейчас. И, конечно же, вторая выставка крупная – это дача сад Огородцев. Это Евгений Иванович, директор, который обновил свой сад, дача сад Огородцев, дауды фермеров. Это именно они. На ВДНК я считаю, что в ней выставки не было. Выставка, конечно, цветы была, ну, в 65-м павильоне, которая разделилась, часть ушла в круглос, который сейчас проходит в круглосе, и часть осталась вот «Цветы и экопродукты», которая прошла в этом году на ВДНК. Мы там также участвовали и весной, и вот в конце лета. Но выставка «Цветы» не в виде антирекламы, но хочу сказать так, что немножко негативный отзыв для меня, лично, в моем состоянии осталось, что эта выставка немножко переросла в «Экопродукты». Ну, как цветов не было. Но если кто приходил на «Экопродукты», вы, наверное, видели, что там одна колбаса, одна еда. Вот, вроде бы выставка «Цветы» и «Экопродукты», а получается «Экопродукты» и «Цветы», наверное, так. То есть, если бы нам дали отдельный шатер, мы на маленьком шатре, наверное, бы все встали. Вот, как бы так. Вера Голкова, кстати, тоже приезжала, она там была. Вот. Ну, и плюс, как бы не дабы того, но в любом случае, я считаю, что выдан в ВДНК очень сильно, наверное, опустошилось в плане садовых выставок. Нету вообще в целом в Москве хороших крупных мероприятий выставок садовых. Очень мало стало. Помните, как раньше было? В 69-й павильон очереди стояли, от 70-го павильона, от Москвы, стояли очереди огромные, там, тысячи человек стояло, чтобы попасть на выставку «Цветы». А сколько было участников со всей России, даже с Белоруссии, с Украины, там, с Казахстана, с Кыргызстана? А тут уж не приезжали. То есть участников очень много, производители посадочного материала. Понятно, что и перекупщики, ну, и локотрон, ну, может быть, оно было. Ну, это космос, там, в ВДНК многие помнят, что процентов 70 у нас было, тоже называемого локотрона, как бы без этого никуда. Но здесь надо быть бдительным, потому что, к примеру, там, голубых линий не бывает, ну, сами понимаете, да, там, вот, и то же самое, голубые пылицы. Опять же, там, гортензия метечатая, вьющаяся, оказывается, я у нас появилась уже, в селекции, видите, как интересно. Очень интересно, тоже мне, знаете, часто пишут, а есть ли у вас гортензия под названием «Крылья Фили». Показывают мне на закате фотографию гортензии «Ванилла Прайс» и называют ее «Крылья Фили». Вы знаете, столько инновационных, оказывается, продуктов у нас появляется. Я знаю, если честно, очень много селекционеров, вот, Алекса Шумахера, хорошо знаю, голландца, Буйдор Увиде, того же селекционера, которого, вот, гортензия «Скайфол», «Фрейни», «Макита», «Геркулес», «Графити». Вот сейчас «Бонфайр», спускает он новый сорт на рынке «Викси», «Жан Рено», который прославился в «Самарской лиге», «Стар Роуз», «Жемчужные фестивали», Я, кстати, видел тоже с «Жан Рено», «Жемчужные фестивали». Также сорт гортензии под названием, такой сорт очень интересный, называется «Виталлика». Вы знаете, Татьяна Васильевна Смирнова изначально, когда показала этот сорт, показала этот сорт, вот, она, как бы, интересно, так, показала особенность этого сорта. И «Жан Рено» предложил создать, как бы, этот сорт подарить им, и чтобы Татьяна Васильевна назвала, название дала другое. Ей так понравился сорт «Металлика», а у них, видите, как бы, правила определенные. Если «Жан Рено» дарит, то, ну, как бы, человека должен назвать своим именем. Как вот Вера Викторовна Глупова, да, то есть подарила ей сорт «Фрамбуизин», да, и она назвала там «Фрамбуизин Рензам Самарской Риди» в честь, ну, память своей сессы, да. Вот «Самарской Риди» все ее знали прекрасно. То же самое и здесь. Вот, к примеру, «Жемчужный фестиваль» Татьяна Васильевна также ее назвала сама. То есть это ее название назвала она в честь графини «Жемчуговой», то есть «Шеренитевой». То есть «Жемчужный фестиваль». Она, почему «Жемчужный фестиваль»? Потому что был фестиваль «Воскл Флауэр Шоу», именно презентация этого сорта, то есть был создан сад в честь графини «Жемчуговой». И на этом, можно сказать, в этом саду представили новый сорт «Жемчужного фестиваля». Ну, многие говорят, что этот сорт многим не нравится, кому-то, у кого-то он не зацветает. Но вы знаете, сколько людей, столько мнений, конечно же. Ну, если честно, «Жемчужный фестиваль» по мне капризный немножко сорт, вот, но есть о своей особенностях. Ну, он необыкновенный. Я считаю, что любой сорт гортензии, то, что выводят на рынок «Жан-Ано», а их не так много. Вот возьмите сорта «Диамантина», «Даймонд Руш», ну, я просто по очереди, да, называю, «Ванила Фрайс». Ну, «Ванила Фрайс», да, мировая, считай, элита. Больше миллиона экземпляров в год продавалось по всему миру. Кстати, в Америке она называлась не «Ванила Фрайс», а «Страф Берри Ванила». То есть переводилась как «Клубник со слепенью», да? Следующий сорт, он же сорт «Испытаний» производил. И у «Жан-Ано» он, когда разрабатывал сорт «Ванила Фрайс», он начал ее разрабатывать. Ну, поскольку я родился в это время. Я родился в 83-м году, а он в 84-м только начал разрабатывать сорт «Ванила Фрайс». Представьте себе, с 84-го года, и только в 2004-м году этот сорт был анонсирован не во Франции, а в Америке. Самое первое название было в Америке, и это в 2004-м году. В России к нам пришла в 2008-м году. Но кто приходил в питомник, вот в любой питомник, вот в садовый центр, все приходили и говорили, мне нужна «Ванила Фрайс». Люди просто не знали других сортов гортензии. Не брали ни «Лайн Лайт», ни «Гранди Флору», ни «Киушу», ни «Тортива», брали «Ванилу Фрайс». Потому что знали, что у моей соседки растет огромный куст шикарный, я просто с ума схожу от него, а проехать мимо не могу. Потому что это просто шикарная картинка. Да, она разваливается, она нежно-розовая, у нее огромные шашки. Ну, по сути, по факту, даже вот если сравнить там с «Ванилу Фрайс» — я считаю, что у «Ванилы Фрайс» нет конкурентов, она своеобразная. Да, она разваливается, она как фонтан, но если по структуре ее подобрать, главное платформе сделать нормально. У меня, моя знакомая, можете записать себе в Инстаграме «Сад Любови». У нее «Ванилу Фрайс» высотой 3 метра, в диале 3,5 метра. Шапки, ну, примерно на высоту, у нее по 45 сантиметров. Вы знаете, когда я подхожу к этому кусту, я так учитель думаю, что там кустов 5, наверное, в одном месте. Она говорит, одна, она каждый год присыпает вольной подсилкой, из-под сосны набирает иголки, игольником, и присыпает. Я говорю, а мульчировать же нельзя, как сильно высоко. Нет, я мульчирую, без проблем, она еще лучше, как ее там даже растет. И вы знаете, даже вот сейчас у нее, если зайти на ее аккаунт, в том году «Ванилу Фрайс» дала оттенок, не поверите, как самашки люди. И, кстати, не особо-то она попортилась. Да, у нее есть особенность, она может от дождя попортиться, но такое бывает. Ну, это бывает, это такая особенность. Вот, ну, это «Ванилу Фрайс», никуда не денешься, это такой сорт. Именно в 2004 году она появилась в Америке, в Европе, а он в 2008 году появился тогда у нас. И покорила нас, можно сказать, полностью. Потому что все питомники, самые крупные питомники, конечно же, Олескова, я считаю, что один из самых крупных питомников в России, Вера Глупова. И многие питомники, самые крупные, 50% своих площадей занимали этим сортом «Ванилу Фрайс». Именно 50%. Представьте себе, они сели, ну, сажали гортензии, там, растели из черенков, там, выращивали, выращивали. И вот, считай, ну, к примеру, 100 тысяч гортензий. 100 тысяч. И 50 тысяч они отдавали консенсацию под «Ванилу Фрайс». Потому что они прекрасно понимали, что именно этот сорт продастся 100%. В первую очередь. А потом уже люди будут брать там всякие другие сорта. Всякие там «Лайм Лайт». Хотя «Лайм Лайт», я считаю, что изначально, когда он появился, многие его не оценили. Вот многие питомники посадили, да пусть себе будет там «Лайм Лайт». Вы знаете, я помню, где-то, по-моему, 2010 год, в Голландии, на выставке по Лондарю, в Нидерландах, один просто, ну, по сути, человек, который у него свой питомник. Я не буду его называть, как он зовут, но я его прекрасно тоже знаю. Он не селекомер, но у него хорошее свое производство. У него 2 гектара земли в Голландии, в Нидерландах, недалеко от Боскопа. И он выращивает гортензии, но доращивает. Вот. Как пацана у него достаточно дорогая, поэтому я у него не беру. Я беру, ну, стараюсь на приборах. Ну, плюс мы в этом году сами начинаем черенковать. На следующий год мы спускаем полные черенкования. У меня гортензии всех. То есть, прейч и полярол, сбежавшая невеста, вся серия «Вечное лето». Все у нас будет в продаже. П-8, П-9, по П-9, да, по 1500 рублей. Все. Хотите гортензию, пожалуйста, в серии «Тревовина». Спинка на Бэль-2, Свит, Руби, Мауби, Бланчет, Алимет. У меня маточников много. Я все это буду черенковать. Будем выставлять на продажу с июня месяца. То есть, все, что стоило очень дорого, то, что по 4,5-7,5 тысяч, все будет по 1500 рублей. Очень будет много продавать гортензии по 500 рублей. Очень много. Все сорта Аликса Шумайпера. Summer Love, Summer Snow, Strawberry Plossom, Pinky Promise, Pink and Rose, Shuga Rush, Cotton Cream, Royal Flower, Price Merebo, Pastel Green. Я думаю, ну, в Самарскуре, вероятно, мы, наверное, конечно, по этой цене поставим. Но она будет, скорее, поддержаться в районе 1500 рублей, как и Star Wars, Metallica и, возможно, другие сорта. Но Metallica, так как все-таки у меня маточников немного, поэтому цена, извините, пока дорогая. То есть, если хотите заказать себе Pixie, Metallica, Bonfire и еще новый сорт, вы, может быть, не слышали, называется Pistachka. Вот так же называется Pistachka, новый сорт. Уникальный сорт. Я только сегодня выложил по ней пост на YouTube-канале Ростное Дерево. Можете посмотреть. Сам личный Гуйдор Уитт ее показал в себе на поле. Называется Pistachka. Эти сорта будут в контейнерах P-9, P-9, возраст 2 года. По цене будут, будут по 2-500. Metallica, Bonfire, Pistachka и X7. Высота этих сортов не так лиц у всех. У всех, да. То есть у всех высота небольшая. Ниже на момент, как бы, по поводу Metallica, немножко смутное ощущение, что она, возможно, и выше будет. Я так полагаю, что это прям очень подобие такого сорта, как под названием Pistachka. Очень похоже. Но у нее звездочный цветок. То есть, кто помнит, такой сорт называется Matching Starlight. Вот у нее форма такая. Только размер цветка, если не поверите, но где-то 6-8. Огромный. Огромный цветок. И самое интересное, у Metallica, в чем Metallica особенно? У нее зеленый, негритовый цветок, который. А сам Кан, прям, знаете, прям даже не фосфор, я называю это фосфорно-белый цвет. Ну, как правильно, у нас Евгений Александрович говорил всегда алебастрово-белый цвет. То есть, вот как трилю махровый, знаете, трилю махровый, хлорок лена. То есть, именно вот этот оттенок, редкий очень оттенок цветка. И именно кайма. То есть, она подсвечивает цветок. Потом цветок немножко начинает интенсивно еще больше зеленить. И кайма становится лососево-красного цвета к концу цветения. Смотрится, Metallica исключительно. У нее примерно 80% стерильных цветов и только 20% вертина. Очень мало. Кертины практически нет. Но это ее особенности. Размер шапки, вот, даже подпечатайте. Я вот замерял недавно, буквально у Татьяны Васильевны был, 38-40 сантиметров. У нее она сидит 3 года. Она только себя проявила. Вы знаете, что этот год в Горбенде зацвели на месяц позже. Поэтому этот год непоказательный. И в этом случае, конечно же, у Metallica, я считаю, что покажет себя во всей красе просто необыкновенным людям. И сорт Metallica и сорт Bonfire, он, поверьте, этот сорт будет главным конкурентом. Ну, не конкурентом, сама Роскоридника, она другая. Но у него будет такой же лишневый оттенок, но внутри лепестки будут неприятного зеленого цвета, как зеленое внутреннее пятно. Но, как бы такого плана Горбенде есть конкурент, на рынок должен выйти, называется Lime Lime Friday от Тима Будда, американского селекционера. Но это только конкурент, не факт, что он будет таким цветом. Вот Bonfire, это да, он красный, он яркий, он очень быстро окрашивается. Огромные шапки, вы не поверите, у меня есть фотография, трехлитровый горшок. Размер цветка, ну, вот примерно мой локус. Вот это размер цветка, это трехлитровый горшок. Трехлитровый, не пятилитровый, не десятилитровый, трехлитровый. Это Bonfire. Поэтому я считаю, что Bonfire, если вы себе не заказали, еще заказывайте. Что касается осени, они распроданы, опытную розницу. Bonfire FX, но, если вдруг, вдруг у нас останется, вдруг какие-то аптеки перенесут свои заказы на весну, ну, такое бывает, если вдруг вам интересно, позвоните мне где-то после 15 октября, когда придет Bonfire FX, и, возможно, вы сможете купить ее в этом году. Она будет в двух контейнерах, P9 и C2. Цена будет 2 500 и 4 500. C2 это огромные растения, я скажу большое, сантиметров, наверное, 40 в высоту, и где-то где-то клести. То есть прям мощное такое. Ну, это прям, если хочется, такой, знаете, сразу мощный куст. Но, если честно, у меня одна клиентка брала в свое время скайпун, по 12 горшкам, по 12 это литровый, трехконтейнер, да? Посадила в первый год жизни. У нее кусты выросли в этот же год посадки, высотой сантиметров 50-60, и дали соцветка сантиметров по 25-30, где-то штук по 10, наверное. То есть, по сути, она правильно посадила в кисло-верковой торм, добавила удобрения правильные, хорошо поливала. Сидели они у нее поутильнее. И это чуть ли, за один год она просто разбиралась. Поэтому гортензии, не смотрите, что вроде маленькая она, она растет достаточно быстро. Не сравнивайте гортензии, которые растут в горшках. Они растут в горшках совершенно по-другому. Очень тяжело в горшках ворачивать. В грудь растут гортензии в 2-3 раза быстрее. То есть, посадите гортензию из П-9, вот как Вера Викторовна, посмотрите, подпишитесь на ее аккаунт в Телеграме, также в Инстаграме, в Инстаграме мы не выпили, вот, в Телеграме канал, также у нее канал, а, ну, сайты есть, с одного из-за примеру, да? Ну, вот она в Телеграме часто выкидывает всякие разные ролики, очень интересные. И вот она показывала в грудь, она сажала по девятку, то есть там вообще никакая. Я даже из мультиплат сажала. Мультиплаты это вообще, кстати, из косе, маленькие-маленькие, то есть это вообще череночки. И в этом году самарская ревизия из мультиплаты на 16-2, дала по две веточки. Если реально, это так и есть. Я прямо рядом с ней приезжал на поле, и я это все видел. И заметишь, что у нее земля не кислая, это самара. У них земля черноземная, это как неждон. И гортензия, по сути, не очень хорошо должна расти, такой почвы. Но она заказывает кислый торт, замешивает своим грудом и сажает. Ну вообще, в целом, в принципе, гортензия растение адаптивное к любым условиям. Оно может произрастать где угодно. Хотите там в Омске, хотите там в Пермском крае, к примеру, где-нибудь, да, там в Забакае, где-то на юге, в Краснодаре, там в Воронеже, в Сочи. Да где угодно. Но единственная особенность, чем хорошо наш климат. Вот я считаю, что очень климат хорош не только Самара, конечно. Самара, понятно, там тоже условие хорошее. Там лето жаркое, зима ледяная. Холоднее, чем у нас. У них зима минус 45, может быть. А летом плюс 45, а то и больше. Вот. У них такой резкий, кондентальный климат. Но вот у нас, допустим, сами понимаете, у нас вот 10 сентября бах мороз. Да, вот у меня был мороз, там нет, по-моему, когда. В начале сентября. Первые заморозки были, это первое, второе, третье сентября. У меня ребенок в школу пошел. У меня были минус 2. А потом жаркнуло минус 7. И все гортензии при минус 7 начинали становиться в верхушке все коричневым цветом. Вот можно посмотреть, как прайс мельба. Вот ее ударило морозом. Минус 7 было. Ну, смотрите, вроде бы морозом приударил, но цветок при этом сохранился. Поэтому, если еще вдруг вы хотите засушить соцветия, вам нравится гортензия соцветия. Вот если хотите засушить. Понятное дело, что если мы срежем постоянную базу, она просто заветит. Подвесим вниз головой, как говорится, да? Она, ну, немножко так, будет декоративной, конечно, тоже можно использовать ее зимой. А вот если хочется реально получить вот этот эффект, как она сейчас есть, есть интересный способ в интернете. Можете посмотреть. Засушить гортензию с манкой. С манкой группой. Да, манки надо много, конечно. Берете коробочку, ну, небольшую, чтобы соцветие, примерно, на влезло. И постепенно засыпаете манной группой. До, ну, чтобы соцветие полностью находилось именно в манке, в манной группе. В чем плюс манки? Манка в себя берет ладу. Ну, в принципе, может быть, рис. Ну, рис, видите, он твердый. Он больше, я думаю, что он, скорее всего, раздавится. А манка, она такая структурная, и при этом она в себя не пройет ладу хорошо. Она же разбухает. И за счет этого само соцветие засыхает в первозданном виде. Я, если честно, один раз попробовал. Мне понравилось. Но, дорогое удовольствие, но, вы знаете, когда хочется в Азии поставить гортензию, которая цветет просто летом, и в этом состоянии ее оставить, попробуйте найти вот зимой цветы, ну, просто цветов гортензии, метечные, засушенные даже, да, анабы или там какой-нибудь. Практически ненадежная, огромная редкость. А если я у дома так сделаю, очень красиво. Добавьте туда какие-нибудь влаги, красивые. Цвет сохраняется. Да, цвет сохраняется, при том, что он немножко слегка может либо потемнить, либо чуть посветлеть. Тут цвет сохраняется. Но моя знакомая, сад любови, она по-другому делает. Она берет баллончики и просто красит. Это ее особенность такая. Ну, не реже, она просто красит. Ну, такая особенность. Вот, что касается, как бы, в целом засушить, ну, в принципе, сложности нет. Я, в принципе, думаю, это так и есть. Вот. По сортам Роно, я хочу еще раз повторить сортами. То есть, первый сорт у него это Диамантино, второй сорт Даймонд Руж, следующий сорт его Дентель де Гарон. Если кто не слышал, Ружево Гарона, одна из самых ранних цветущих гортензий. Четвертый сорт гортензий, конечно же, Ванилл и Фрайс. Пятый сорт, назовем, это Пастель Грин, хамелеон, триколор, гортензия, девяти цветов, как ее называют, да? Еще один сорт это Санты и Фрайс. Это мини-версия Ванилл Фрайс. Как ее называют? Не Литл Фрайска, а именно Санты и Фрайс. Потому что Литл Фрайска выпил Гудрубиль. Это Голландцы, конечно же. А вот, что касается Санты и Фрайс, это мини-ванилл. Это мини-версия Верс. Ну и, конечно же, Фрайс Мелба. 2014 год. Москва. Город Москва. Москва. Флауэр-шоу. Сам Жановно лично приезжает и презентует этот сорт в Москве. И права продажи отдают только трех питомникам. Питомник Лискова, питомник Йолы-Палы и третий питомник Ахмечет. Ну это семи джеки. Вот, трех питомников. И получается, что? Трем питомникам отдал Фрайс Мелба на три года. В Европе про нее никто ничего не знает. То есть, представляете, три года Фрайс Мелба гуляет только у нас в России. Больше нигде. Вот он, пожалуйста. Француз. Потом, буквально через некоторое время уходят две новинки. Первая новинка уходит в Москве. Одна из новинок это, конечно же, жемчужный фестиваль. Первый летный фестиваль. Еще есть у нее название называется Romantic Ace. Это одно и то же. То есть, одна и то же компенсия. Просто в Европе она используется как Romantic Ace. То же самое, как Саварская ритя используется у нас, а во Франции прамбуизина. Ну, ринзан. Прамбуизин и ринзан. Приводится как малина. То есть, получается, жемчужный фестиваль 2018 год, Москва. 2018 год, презентация Самарская ритя в городе Самара. В городе Самара. Струпов Симпатия. Приезжает на презентацию посол Франции, посол России, директор питомника садовой центра Веры Глуховой, Вера Викторовна Глухова. Ну, конечно, все телеканалы, все эти разные горы. Россия, ОРТ, там разные, их небесные страны. Вот. Также приезжает на презентацию Эрик Рно. Это сын Жанра Рно. Сейчас он является директором Петровна Глухова. И происходит... А, еще плюс, наверное, города Самара, конечно. Губернатор, наверное, города. Представляете, какое событие? 2018 год, Самарская ритя. Вы знаете, больше, по-моему, я не помню, сколько Вера Викторовна говорила, но, по-моему, больше 5000 кустов было высажено Самарской ритей в Самаре. По всему городу. Представляете? Какая Вера Викторовна человечка посадилась в Самарскую ритю. Город Самара. Вот. Она много сажала. Она, вы знаете, даже делала сады. Такое место, если знаете, одно из самых, наверное, древних мест нашей планеты Эрикон. Знаете, наверное, да? Древняя Греция Эрикон, недалеко от Иерусалима. Вот именно там Вера Викторовна, команда Веры Глуховой создавала уникальные оазисы, сады оазисов. Вот такое, даже вот такие что она делала интересные сады такого, в принципе, никто ее, наверное, не увидел никогда. Вот. Так что Вера Викторовна много, конечно, она сделала, очень много посадила на гортинзии. В принципе, я считаю, что очень огромный плац сделала в развитии гортинзии. И Татьяна Васильевна Смирнова изначально сказала, Вере Викторовну повезло, потому что Жан Руно подавил именно самарскую ритюльнию. Потому что благодаря этому сорту проверую группу мы сдали по всему миру. Реально по всему миру. Поверьте, мне люди звонят с Канады, мне звонят с Турции, мне звонят с Америки. Андрей, отправьте нам хоть Чиринов к самарской ритме, хотя бы Чиринов. То есть хотят именно самарскую ритму, настоящую. Вот. Аж Вера Викторовна говорит, ну как я вам отправлю? Не могу. Я думал, там, теперь Диеччон как-нибудь отправили. Ну, сами понимаете, сейчас это невозможно. Вот. Ну, с ДЭКом мы пользуемся, мы отправляем через ДЭК. Вот. Ну, в целом, конечно, самарская ритма. Вот, Татьяна Васильевна говорит, что там немножко есть какие-то капризности с ее стороны и так далее. Вы знаете, у меня сейчас в саду, то есть наш питомник находится город Павловский фасад. Если хотите, приезжайте. Я там на следующий день с понедельника буду, приезжайте. Вот. И я там каждый день. Как бы я живу там пять минут от участка, поэтому в любой момент может приедать. И что там интересного? Во-первых, в Самарской ритме 12 кустов в открытом грунте и по 7 лет где-то по возрасту. И вы знаете, я как бы в этот сорт влюблен. И сказать, что они прихотливые, это неправильно. Абсолютно неприхотливый сорт. Да, в первые годах, ну, есть там вредности с этой с ее стороны, но она капризная в плане утренения, в дальнейшем развитии. Но когда она утренится, когда она возьмет свои силы, когда вы начнете активно кормить, вы знаете, она просто вам такое покажет, что, поверите мне, что все сорта гордензий с ней даже близко не стоят. Да, есть сорта с травм-голеглосом, пинг-этроминс, пинг-эндроуз, колор-рухун-коктейль, бонфайр сейчас появляется. Но Самарской ритме, Самарской ритме. Поверите мне, ее цветок необычный. Ее форма необычная. И само оттенок необычный, просто колоссальный. По цвету, я считаю, просто конкурент, у нее нет. Она сама по себе. Это как гордензия Бобо. Что вы сейчас с ней сравните с Бобо? Да ничего. Литл Лайм, да ничего, они другие. То есть, на них смотришь, вот сверху, и такое ощущение, как будто взяли срезы ленки и вставили просто в зону. Просто букет цветок. Вот это и есть экостантар. Помимо того, что Самарская ритма в 2018-18 году Жан Рано показал на рынок и жемчужный фестиваль, потом появляется сорта гордензия, «Крылья Победы», как это называют. Жан Рано ее, по сути, хотел презентовать, но не получилось в пандемии, зафиге, сорновелся. И назвал он ее как бы в преддверии Великой Отечественной войны, 75-летия, юбилей. Называется «Старт Роз», «Розовая звезда». Тоже, опять же, приурочено нашим, можно сказать, нашим войскам, в нашей войне Великой Отечественной войны, именно 75-летия. Поэтому я считаю, что Рано очень много делал для России, много давал направлений. Сейчас, конечно, на рынок уходит еще сорт «Веталлика». Это тоже новый сорт жанра «Нов». Один из последних. Новинка 2022 года и 2023 года. Почему 2023 его назовут? Потому что в 2022 году Татьяна Васильевна, когда ее показала всем, никому не хотела показать, но не показала. Она показала «Веталлика» и дала только двух питомников продажи. Город Барнаул и город Омс. Вы знаете, эти горпензии разошлись буквально за... Ну, за день не узнали, наверное, и где-то за два дня смели все. Просто все. Все, что было. Люди готовы забирать, были все. Далеко было, да, везти, конечно, да, они там порой даже отправлять не хотели. Я с трудом себе 10 штук делал. С трудом. Вот. Ну, «Веталлика» благо у меня есть, поэтому буду в этом году сбываться. Кстати, кому интересно, посмотрите зимние ролики на розовое дерево. Ко мне приедет Борис Борисов с Барнаулом, в Алтайских краях. Мы с ним будем перед кавалом на препарат Рэйтигрин, Рэйтигрин, если кто не знает, Корневин, иналиловская кислота, новый препарат Корневин Ультра, Корневин Гель и инновационные препараты Биокорин от компании Органик Микс и также новый препарат они мне дают в этом году просто в разработке, но еще и на продажу не наступает, называется Биокорингин. Так мы будем испытывать. Под фитолампами как-то они называются, ферма? Ну, вот Анакинин, кстати, если кто знает, Анакинин, вот она эти лампы продает, компания Зиома продает эти лампы и фитолэп, по-моему, называется, компания фитолэп, вот мы будем использовать именно эти лампы. Ну, не имеет значения каких производителей, потому что это одна и та же лампа. Поэтому в этом году зимой будем черенковать French Ballero, Metallica, Bonfire, Pixie, ну, все, что у меня есть, к сожалению, из того, что эксклюзивное. А так, в принципе, мы вот вечно, летом черенковали у нас вся серия 5 сортов, пожалуйста. Если вас интересует серия Dark Angel, у нас вся серия уже черенкована. У нас очень много новинок. На следующий год новых сортов будет порядка 80-80 новых сортов. Кому интересно, запрашивайте прайс-лист, я вам отправлю. С 1 декабря мы запускаем интернет-магазин питомник-карпензия.рф название пока оставляем. В дальнейшем питомник-карпензия.рф закрывается сайт розовое-дерево.рф сайт закрывается. Будет, скорее всего, какое-то короткое название. На год мы оставляем, а так название будет немножко другое. Скорее всего, будет сокращенное название, чтобы вам нужно было использовать. Но интернет-магазин очень удобно. Органик-микс, удобрение, вся линейка там будет по их цене. Гартензии будут, конечно же. Рододаны-роданы будут, клубика будет и много чего будет. Все это заказывайте через интернет-магазин. Забираете либо у нас на ВДНХ, на Первостанкинской, 55, либо доставка с ДЭК в Почта России и Бокс будет, пожалуйста. По всей России везде будем отправлять, конечно же, без проблем. По книжкам здесь Наташа, кстати, рассказала. книжка по Гартензии. Вот она показала, да? Очень интересно, посмотрите. Также, вы знаете, мой, можно сказать, замечательный человек Воронина. Вот, про Рододановну книжка шикарная. Кстати, я считаю, что аналог Александрова Вайстепана Александровой. Она сейчас в Ботаническом саду уже, соответственно, не работает. Ее уже много лет. Но, если кто-то помнит, Аристократы сада и много-много книжек, она про Рододановну писала. Кстати, самый первый человек, который Рододановну посадил вместе с Александром Вайстепаной на ВДНК. Это Рихард Кондратой, еще он недавно умер. Это прибал. Город Бабичи, не далеко от Юрмана. Огромный ботанический сад Рододановну. Вот, знаете, в Сосновом двору больше 380 гибридных сортов собрано со всего мира. Зимостойкие, неукрыжные. То есть, там Рододановну высотой даже по 6 метров есть. Но, к сожалению, мы прибалки сейчас поехать не можем. Вот, шикарная книжка Татьяна Васильевна Курлович «Клюпва, брусника, голубика». Лучше книги не найдете. Вы знаете, самый высочайший, я считаю, опыт. Сильнее человека науки, голубики, я считаю, не знает никто. Она сама из Москвы, она закончила мусор в Москве, но она уехала обратно к себе, в Белоруссию, на родину, и сейчас возглавляет книги Белоруссии. Это в городе Минске, под Минском. Поэтому Татьяна Курлович не написала шикарную книгу по голубике. Посмотрите, все сорта голубики здесь есть, но она вам не расскажет те сорта, которые самые вкусные. Я завтра расскажу. Их всего два. Сейчас не было двое, не проходили. Лекция немножко завершается, конечно, потому что времени у нас остается немножко, совсем буквально 15 минут, до 4 часов. Первый, хочется сказать, показать сейчас метод обрезки гортензий, кому интересно, ну и, конечно же, черенкование гортензии, потому что не пробовал черенковать гортензию, ничего сложного нету, но все-таки надо показать. Многие спрашивают, когда лучше черенковать гортензию. Первый метод обрезки черенкования, конечно же, это весна. То есть, когда мы нарезаем, то есть весной формируем жуссы, то есть это март месяц, либо начало апреля, середина апреля, когда мы обрезаем все слабые ветки, укорачиваем растения, и вот эти ветки, которые мы не выкидываем, а из них делаем черенки. Мы сажаем и выращиваем молодые растения. Ну, для примера, вот можно посмотреть, сама раскорите, вот она, перед вами П-9 контейнер. Это, правда, черенки не первого года, а второго года уже, но, в принципе, вот такого плана не есть. Сначала черенки сажаются в мультиплаты, то есть в мультиплаты это маленькие, такие середцы, небольшие, маленькие, то есть, допустим, кассета 40 на 60 берется, в ней где-то больше 100, по-моему, 130 ячеек, небольшой объем, и в нее втыкаются, угрыняются черенки. В основном, конечно, если в промышленных масштабах, используется, конечно же, теплица, обязательно системы тумана, туманово орошение, 100% влажность, и регулируется температура мозга, то есть, за счет того, чтобы корневая система образовалась быстрее. Вы знаете, так как все-таки много современных препаратов, поверьте мне, вот на препарате биокорень, сейчас пользуется листовая, сейчас пользуется вербулка, биокорень, я укоренял гортензии, корни образуются буквально за 10 дней, ровно 10 дней корневин ультра дает корни. Шикарный препарат, его можно купить на Валгерсе, он есть, в Азоне он есть, прям называется корневин ультра, но, вот, единственное, конечно, вы не купите корневин гель, а он круче, вот корневин гель туя дает корни за 10 дней, 10 дней вам дает тую корень, знаете, вот туя берете вот веточку, сантиметров 10, высотой, отрываете с пяточкой, тренингель в землю, и практически через 10 дней у вас уже появляется корневин длиной где-то сантиметров 3-4, как минимум, и не, то есть, появляется не калиус, а именно корневин, и завет как быстро, буквально за неделю уже прорастает корневин, это уникальные продукты, есть, конечно же, сейчас ради грин, новый препарат, мы будем использовать, его испытывать, есть препарат биокорень, будем испытывать в этом году, и биокорень, называется ГИЛ, вот эти препараты я еще не испытал, поэтому буду испытывать, корневин ультра я уже испытал, поэтому мне нравится результат корневин ультра, то есть, две недели я уже появляю, у меня уже у растения появляется корень, вот, что касается черенкования, то есть, есть весенние черенкования, а древесневшие черенки, то есть, именно то, что мы весной режем, есть черенкование летнее, летнее, это полуодревесневшее, как мы называем, это конец июня, Черенхуются, пожалуйста, плоксы элементарно, дельфиниумы, рододендроны. Ну, рододендроны очень тяжело укринять, конечно, тяжело, или там тоже голубику. Например, вот гортынти легко, спире, пожалуйста, легко. Очень легко укриняются, вы знаете, всевозможные всякие барбарисы. Я вот прям вот целиком вот такими ветками, прям берешь боковую веточку, открываешь, отрываешь с пяточки. Там уже идет ствол и очень много боковых веток. Прямо боковую ветку открывается с пяточкой, тоже оббакнули в том же растворе, там, корни, ну, сейчас я говорю корнилиду, например, и корни практически там через 2-3 недели там появляются. Вот, но даже обычный корнилид или обычный гетероксид тоже дает неплохие результаты. И стоит он, сами знаете, сколько, ну, 3 копейки стоит. Вот, поэтому это недорогие препараты и сложности особо нету. Создать влажность. Как создать влажность? Да элементарно, просто сверху в баночку на крыльях. Вот, сверху. А я даже, знаете, как делаю иногда, рекомендую? Берете обычную 5-литровую канистру, снизу проделываете отверстие, выжигаете отверстие, высыпаете немножко керамзита, песок с тортом, смешиваете, немножко грабберлита можно добавить, чтобы земля такая была более рыхлая, воздушная. Туда прям втыкаете черепки, ну, там, гортынинде, там, чего хотите. В 5-литровой баклажке отрезаете сантиметров 15, сверху прям разрезаете, ну, чтобы вам черепки протыкать. Потом обратно эту крышку как-то ставите и скотчем по кругу закрываем и заматываете. То есть, ну, обратно ее собираете, да, и у вас получается полная стопроцентная влажность, потому что она же запечатная будет. А потом, когда нужно проветрить или опрыслить, каким-нибудь биостимулятором, и пином, там, церконом, аминоростом, биотонсом и так далее, то есть, какими препаратами, да, или там, уж тем же ажбис-кодины, если хотите. Вот, просто крышку раз, отвернули, туда впрыскать и раз, там, тем же, земы сейчас, вот, аккумуляторами мне нравится, земы очень долго, раз, опрыслили, закрыли крышку, все, у вас влажность. Ну, и примерно, там, я делаю это каждый день, конечно, стараюсь это делать, потому что влажность нужна. И они укореняются очень быстро. Потом берете, смотрите уже через прозрачный, там же прозрачный, как бы, классик, он прозрачный, вы видите, уже корни пошли. И потом берете и пикируете стаканчики, можно и в подъемные стаканчики, либо возьмите 500-литровые стаканчики и валите, хоть одноразовые. Прям раз туда отверстие прошли, грунт, самое главное, создавайте грунт максимально рыхлым. То есть, песок, агроперлин и торм. Это будет очень шикарно. Потому что, чем больше будет воздуха на корнях, тем они будут лучше развиваться. Очень важно, чтобы грунт был не только влажным, то есть питательным, да, а лучше всего, конечно, кислый торм использовать, если есть возможность. Купите, вот если нет возможности купить, допустим, агробал, баски торм, вот эти брикеты большие, они дешево стоят, получается, да, кислый, агробал зеленый. Ну, возьмите, сейчас есть, по-моему, такие маленькие тормяные брикеты, продают сейчас везде, называется биомастер, если не ошибаюсь, он биомастер, да, называется, прессованный. Только берите кислый. Не для томатов, а именно вот кислый берите. То есть, его прямо размачиваете, там как написано, то есть, брикеты давите, водой заливаете, и там бедрельо там поднимается. Очень удобно, он чистый, он очень питательный, хороший. Сюда добавляете немножко агроперлину, немножко, если есть песок, но нет, значит, не убавляется. Вот. Удобрение для черенкования ни в коем случае, никакого удобрения не забывайте. Иначе вы провоцируете черенок расти, а вам надо, чтобы корневостива развивалась, поэтому никаких подкормок. Удобрение будете вносить тогда, когда у вас укоренится, когда пойдут небольшие почки просыпаться, приросты. Вот тогда, когда вы корни уже увидите, тогда уже вносите удобрение. То есть можно органитминской гортензии использовать, к примеру. Хотите использовать Асмакон, хотите использовать другие препараты, но Асмакон, я говорил, срытку идет, поэтому лучше переходить на наши. При том, что компания Органик Микс, я не буду ее АВА рекламировать, потому что компания Органик Микс является в этом году генеральным спонсором выставки цветов в пропусе. Они вошли в команду Сколково. Вот, это современная компания. И на сегодняшний день компания Органик Микс – это натуральный продукт. То есть никакой стиль, настоящий. Да, у них есть органогенеральное удобрение, но в основном все натуральное. Почему вот есть вот Александр Сетельников, то есть вы знаете, слышали его от Александра Сетельников, который вывел там малину в Сады России, в Осевр, там, да, там, у него много своих, он их вылетает, он писатель, много чего, в принципе, знает. Он испытывал Органик Микс для томатов, на томатах дома. То есть и там вот этот ликопин, то есть этот красный цвет, вы знаете, да, увеличился в томате в четыре раза. В четыре раза. Представляете? Во-первых, ликопин, если знаете, это настоящий антиоксидант для нашего организма, которого так не хватает вообще в томаты. То, что мы сейчас едим, это, ну, кстати, понимается, что мы едим. Поэтому, когда мы дома выращиваем томаты, и вот если используете Органик Микс, вы можете сами заверить и поймете, что такое томаты. Там и вкус, и запах. Самое главное, это запах. А то мы, когда едим, откусываем тоже и запах. Да, вроде сладкий там, да, или там томат, то что самое. А когда вот реальный томат, там, азербайджанский возьмете, откусите там, да, там, или какой-нибудь там южный, да, где солнца было вроде бы много, но питание хорошее было тоже. Вот. И там, понимаем, запах расходится просто по всей кухне. Вот это, я понимаю, это настоящий продукт. Когда есть не просто вкус, а есть еще и сахар, аромат. То есть вот это натуральность. А представьте, что происходит сейчас у нас на полях, вообще в целом. Все химия, все кормится химией. Вот все... Вот я закончил Мичгао, есть такой город Лебедяки, где происходит саки, ой, саки, верстоки, любимые, добрые, ну, не знаю, добрые, там-не-там, ну, просто Горстоки. Я смотрел, когда, знаете, там огромные вот эти кубы стоят, в тонны. Вот эти химии настоящие, которые просто разводят, поддерживают и сутки. Что мы там пьем, опять же, это все ненатурально, в любом случае. Поэтому, я считаю, что в любом случае надо выращивать не только цирепин, надо выращивать продукты, которые мы будем поедать. Это и смородина, и клубнику, и клубнику, и яблоки. Вот многие... В свое время в Советском Союзе было очень хорошо это направлено. Кстати, вот и Мичури, пусть там испортил там много сортов, кто же Антонов, кто там он испортил. Но вы знаете тогда, в то время, сколько было направлений именно посадоводства. То есть именно это была сильная сторона. И в этом случае у каждого было, там 6 соток земли, извините меня, и у каждого было и яблоки, и вишни, и там абрикозы там у кого-то были, у кого-то кто-то там картошку выращивали, сморозины всегда там было много, малины, клубники. А сейчас много. Гортензии посадил, роты посадил и газоны. Ну, нет, замечательно. А то порой и газоны ходят, и больше ничего не надо. Но по факту, да, мы приедем, мы к вам покупку вкуса, возьмем там яблоки вкусные. Вы понимаете, сегодня яблоки вкуса может быть и вкусные, но не факт, что там натуральные. Поэтому всегда самый натуральный продукт в нашей грязи. Поймите. Это надо учесть. И в этом случае не надо отказываться от ягодной культуры. Надо их поддерживать. В этом случае у нас очень много лекций, которые будут проходить на 1-й станции 55. У меня новые темы. Это, конечно же, одна тема моя известная, это Малина. Также вторая тема я в этом году новую тему беру, это клубники. То есть будет отбираться порядка 30-40 сортов клубники. Я постараюсь пригласить Людмилу Кудасу. Если знаете, Людмилу Кудасу, да? Она специалист в клубнике. Хорошая, кстати, она в поиске сейчас работает. Вот. И мы будем отбираться от там. Очень интересные. Поэтому и все это будем нам наглядно показывать. Потому что клубника тоже направление хорошее. Ну и вообще в целом, будем стараться искать людей, которые занимаются определенными направлениями. То есть по винограду, я считаю, есть специалисты по винограду. Вот у нас с Ульяновска тоже специалисты есть. Может быть, тоже приедут прочитают. Там специалисты органиц, микс у нас прочитают лекцию, расскажут про удобрение. Замечательный семью, который расскажет, из чего состоит удобрение органик микс. Я думаю, что там какие-то 3-4 компонента, а там, если честно, я сам удивился, 80 компонентов. То есть там не только. Там морские водоросли, прям живые, водоросли морские. Там овенчий шерст, там еще что-нибудь. Это все ферменты. Там пух, перо. Это все натуральное. Почему называется органик микс? То есть органическое натуральное удобрение. Поэтому, ну, действительно, это классная вещь. Вы знаете, я не просто так поставил здесь вот вверху удобрение органик микс. Это вот органик микс кислот, биологический скислитель. Не только для гортензии, но и для голубики. Вот если вы научитесь скислить этих удобрений, вот берите кислот. Для гортензии шикарное удобрение. Но с ним я советую использовать еще удобрение, называется, с повышенным хосфом, называется морская смесь. Вот там очень много хосфора. Он увеличивает количество цветов на гортензии. Шикарная вещь. Вот это удобрение органик микс осенний. Это мы сейчас используем. Также обязательно обратите внимание в у меня в погоде. Антизима. Вот антизима. Да, надо поднять меня. Спасибо. То есть антизима это препарат, который нужно использовать сейчас. Конечно же, у них есть потрясающие препараты биутонус. Это для тонуса растения, для того, чтобы оно стало крепче, сильнее, устойчивее к болезням, уредителям. Анино-рост. То есть это, можно сказать, эликсир для растений, который восстанавливает, отживляет клетки, ускоряет рост растения. Тоже нужная штука. Ну и, конечно же, их препарат уникальный биоколин. Вот если честно, я в этом году только посыпал гортензию, сама раскуридит, ну для того, чтобы просто, может быть, лучше цвела, я даже не знал как. Но вообще, биоколин, офигеть, просто крутая штука. Вот когда сажаете растение, прям берете, она как соломка, знаете, прям открываете, вот прям соломка открывается, и просто как соль посыпаете корни в саратах сторон. Вот, допустим, корни обрезали, когда клубок свернули, знаете, когда гордензию там купили, там конь какие-нибудь. И берете просто вот как соломку, обсыпаете, и поверьте, что растение укореняется намного быстрее. Обязательно в этот случай замочите в воде, добавьте вот этот препарат биотонус, он тонизирует растение, укрепляет вообще все сосуды, укреняет растение тоже совместно с мелкорнем, ну и плюс аминный рост, который позволяет уже адаптировать растение к местности к вашей. Ну и антезимы и кризимы, конечно. Давайте, сейчас время уже заканчивается, время 4 часа. Сейчас я покажу, как черенковать гордензию, проведем небольшую викторину, я думаю, немножко с 5 минут до задержки, у нее, наверное, надеюсь, позволит. Хорошо, хорошо. микрофон у меня вдалеке. Вот, я сейчас поставлю гордензию, вот сейчас у меня рука, гордензия называется прайс неба, я думаю, что сок многим из местных, я просто не просто показываю, я еще буду задавать вопросы, а это вопросы за подарок. Что такое черенковать гордензию? Многие знают, что гордензию можно не только черенковать, но и нужно еще правильно обрезать. как правильно обрезать гордензию, когда это лучше сделать. Вот, если древолидную, обычную она быль, то мы обрезаем обязательно осенью на 30-40 см, особенно современные новые сорта, пилка на быль, ва, свит, руби и так далее, для того, чтобы укрепить растение именно в зиму, потому что весной древолидную гордензию резать нельзя в апреле, она начинает очень рано просыпаться и может издавать огромное количество сока, и она просто усну и всекает и унивает. Есть такая особенность, поэтому древолидную гордензию режем максимально осенью попозже, где-нибудь в октябре. Прям покороче. Когда вы госты обрезаете, осильвые, вот именно в этот момент, когда вы начинаете участок убирать, вот в этот момент режете гордензию древолидную. Витетчатой гордензии мы ни в коем случае стараемся, да, можно, конечно, взять, просто взять вот с ответью, к примеру, да, и обрезать соцветию вот таким образом в раз, и обрезать соцветию, вот она соцветит на руках, да, вот она ветка, которая у нас идет, пойдет уже на след чего, а весной я уже буду ее укорачивать, промерал. Есть вариант такой, что видеть, что гордензию можно обрезать осенью. Да, это возможно, можно сделать осенью. Допустим, весной приезжаете вы в мае месяце, вот, ну, поздно приезжайте, вы весной не можете обрезать, обрезайте, обрезайте, как правило, осенью. Пусть это будет поздняя осень, укорачиваете там на, допустим, не на две пары почек, но чуть-чуть повыше, там, почки на 3-4 обрежьте, а потом весной в правом случае чуть-чуть подрежете, да, и в этом случае она перезимует лучше, потому что если сильно коротко обрежем, мы можем спровоцировать, если будет осень теплая, она может повторно проснуться, то есть проснутся почки, она начнет расти, а то морозы и, совет понимает, что происходит, то есть растение страдает, в этом случае, чтобы такого не было, коротко обрезку, конечно, пусть они не сторонник делать, поэтому мы никогда это не делаем, вот Вера глупо, кстати, рассказывает, что не надо обрезать осенью, потому что через вот эту драну может зайти какая-то гельца, но может быть с ее стороны это и правда, может быть и может зайти гельца, поэтому чаще всего Вера Викторовна рассказывает, что можно элементарно просто взять и ошмыгнуть, вот так называется ошмыгнуть, когда ударили борозы, Вот оно шуходит в зацвете, и мы просто методом отшивания берем, снимаем цветок. Видите, он элементарно снимается, при том, что эти шапки можно в дальнейшем просто положить в какой-то там чулок, вешок, и использовать как укрытие. А можно просто сверху даже их не замульчировать. Это будет как-то служить такой утеплитель. И вот они веточки, видите. А потом весной пришли, вот вам надо обрезать ее на две почки. Вы взяли, и на две почки обрезали. Вот, захотели сделать чередок, взяли две почки, вот, для примера, вот, две почки, да? Всегда смотрите, потому что если вы срезаете вот верхний чередок, почки всегда направлены вверх. То есть, допустим, вот она, это называется пазук листа. Вот пазук листа, он всегда вверх. То есть две почки вверх, две почки вверх. Бывают три почки по-разному, и говорят. Поэтому почка, которую внизу, мы делаем косой срез, примерно где-то сантиметр отступаем, ну, можете полсантиметра, как хотите, и вот так вот наискось режете. Для чего делается вот такой косой срез? Делается для того, чтобы получить максимальную площадь для корневой системы. Вы знаете, как раньше еще делали? Не просто вот так вот так вот и резали, да, накоса, да? А еще брали вот обычную ножовку по металлу, берешь, ну, берешь, там, ставишь ее, там, станок или что-нибудь останавливаешь. Берешь, прям, обратно в сторону, и вот так вот черенок немножко со всех сторон царапаешь. И корни начинают появляться не только в месте, где срезан, а еще в этом месте. Почему? Вот помните такой эффект, когда вот те же клематики, к примеру, там, виноград, да, называется отводки. Что такое отводок, да? То есть мы берем ветку, повреждаем у нее структуру коры, вот, процарапываем там ножом, чем-то, да, пригибаем лунку, то есть в землю, и сверху поставим, там, засыпаем в верлю и ставим камеру, да? И в этом случае через какой-то период, там, ну, через, там, может быть, месяц, начинают появляться корни. И там, на связи с чего, отрезал уже от основного пустота садил. Это называется отводок, это отводки. А черенки мы можем получить неограниченное количество. Сколько у нас есть, в России невозможно сделать черенков, столько мы не сделаем. Поэтому есть такая интересная процедура, но питомники этого не особо даже не знают, но это не сколько есть. Вот когда огромные объемы, то есть, допустим, он тебя привез, сказал гортензия из Европы, допустим, тысячу штук скайфов, ну, как пример, да? У него же очень много веток растет, да? Вот я срежу с него несколько веток, ну, черенки, вы же даже визуально-то не увидите, что я срезал. Для вас даже лучше, потому что я срежу ветки потоньше, а самые сильные оставлю, они пойдут на цветки. Пусть смотреться будет лучше в этом случае. Вы сами понимаете, что гортензию можно стричить не только для формировки весной, для того, чтобы получить крупные цветы. Нужно ее резать еще и в течение всего сезона. То есть, она у вас растет, вы ее обрезали, и в течение всего сезона начинают расти ветки. Но много же веток послабее, потоньше, они дают меньше соцветия. А зачем они нужны? Если вот эта ветка даст крупные шахарные шапки, зачем нужна рядом ветка, которая за слабые весны? Вы берете просто ее летом, в мае, в июне, в июле, хоть в августе, отрезаете, и все. И используйте на полуодревесневший черенок, так называется полуодревесневший черенок. То есть, допустим, вот она ветка, только полуодревесневший черенок. То есть, вроде бы вот здесь вот древесина, а уже толстая, а здесь, если обратить внимание, еще красная древесина. И в этом случае здесь полуодревесневший черенок. Что такое полный рейсеньш? Вот мы срезали на две почки. Вот на две почки показываю. Что мы делаем дальше? Мы два листа убираем. Вот так вот раз, отсекли два листа, потому что они нам не нужны. Дальше помните, да? Косой срез. Косой срез сделаем обязательно. Вот так вот раз. Косой срез сделали. Всё, видите, срез. У нас получилась почка. Сверху у нас их два листа. Но если видите, что листья нормальные, как бы не сильно большие, можете оставить. Ну, я обычно всегда полам их отрезаю, для того, чтобы они каким-то образом потом когда не замыкали, не загнивали. В этом случае они в таком состоянии остаются, эти листья. Хотите, можете вот эту верхушку, ну, если не нравится, возьмите её подрезать. То есть вы подрезали. И вот, смотрите, вот получился настоящий полноценный чернов кортейти Фрейс Милма. Вот, обмакнули в корневине, гетроуксиния. Вот эту, буквально, на почку опускаете в землю, в грунт. То есть, примерно, вот так засыпает грунт, вот как я в пальцы. Всё, вот она почва. Потом, что происходит? Когда начинает происходить в корневине, то есть, когда корни здесь идут, у вас начинают просыпаться вот эти две почки. Просыпаются в верхней почке. Многие не любят, когда на ноге формируется в корневине черенка. То есть, и поэтому многие делают черенки не в два, не в две почки, а в одну. То есть, обрезая вот здесь, и делают на одной почке. Потому что нижние почки тоже просыпаются. То есть, можно так делать. Хотите, укореняйте на одну почку. И я стараюсь всегда укоренять на две, потому что возможности укорениться растения, конечно же, выше. Вот кому интересно, пожалуйста, берите растение. Черенок попробуйте укоренить. Это полноценный черенок. Это полноценный черенок. Смотрите, три, четыре, пять почек вы можете использовать, но при этом сама ветка уприняется тяжелее. Для нее уприняется тяжелее. Само оптимально две почки. Само оптимально. Но в основном питомнике, сами питомники используют одну почку. То есть, когда просто на одну, я вам тоже покажу. То есть, вот одна почка, для примера. Ну, давайте, я вообще на вот так. А вот так, к примеру. Вот здесь две почки. А мне нужна одна почка. То есть, я вот этот раз брал. Здесь наискось обрезал. Вот у меня одна почка. Да, вот вроде. Черенок такой коротенький получается, маленький. Листи немножко побольше убираем. И вот, смотрите, вот она одна почка. То есть, мы ее в землю опускаем. И вот, если видим, что лист прям сильно нагибается, я даже раньше брал вот так и с проволочкой подвязывал немножко стволу. И листики у нас торчат. И, по сути, через те же две недели у вас просыпается корневая система. Начинает расти сначала два отростка. Вы можете посмотреть, у меня на стенде есть вот полую бир. Однолетка. Вот там два прироста. И вот эти листики, кстати, там сохвалились. Это полноценное растение, которое в первый год у вас утоленится. На следующий год оно вам даст цветок. Но поверьте, что гортензия, многие спрашивают, вот она там надо ждать 3-4 года, когда у нас утолены грудности. В гортензии 3 черенкования может свисти даже в 2 посадки. В зависимости от какой почки вы возьмете. Если она максимально повыше, то скорее всего она в этот год свитет. Но свисти лучше не давать, лучше обрезаться. На второй год, конечно же, можете дать свистеть. Много не давайте. Оставьте там 1-2-3 ветки, не больше. Как формировать изначальный вкус? Обратите внимание, снизу, вот снизу, с самого низу, здесь вкус формирует 1-2-3-4 ветки. Все. А уже на 4 ветках формируется дальше уже кровно. Бывает формируется на 2 ветках, бывает формируется на 1 ветках. Но 1 ветка это штаб. Бывает формируется и даже на 10-11 ветках. Но это в зависимости от загущенности куста. У фрайсмирга есть интересная особенность. Этот сорт со слабым боковым ветвлением. Это его характерная особенность. Вот это огромный, конечно же, плюс. И в этом случае как правильно все-таки обрезать? Мы осенью, допустим, либо наши мудрули, либо вот просто взяли, обрезали соцветия, чтобы все-таки это у нас, ну, у нас пришли морозы. И в этом случае... Вот этого доставим, кому-нибудь все-таки я подарю. И вот эту шапку я оставлю. Вот. И в этом случае вот пришла весна. Мы пришли кусту. Куст весь лысый, без листвы. Думаем, как ее обрезать? Обрезать решили? Что сложного здесь нет? Самый первый я смотрю тонкие и слабые ветки. В этом случае я всегда смотрю. Где-то я обрезаю там на две почки. Но если я вижу, что вот звенка не слабая, я, бывает, вот так вот просто обрезаю. То есть я режу, сначала убираю все тонкое, слабое, неровное. То есть вот прям неровное смотрю, максимально слабое. И потом начинаю уже скорачивать почки там до двух почек. То есть не сверху считаю почки, а именно откуда росла ветка. То есть, допустим, ну, считаю там раз, две почки так. Раз, обрезал. Раз, обрезал. Вот здесь я вот эту не буду обрезать, все-таки раз. Вот. И вот смотрите, вроде кажется, там так беспощадно обрезать. Жалко. Знаете, всегда всем жалко. Не сжалейте, режьте не сжалейте. Потому что, смотрите, помимо того, что вот эта ветка вот она тоже слабенькая, она слабее, чем мы эти, мы тоже ее уберем. Бывает вот соприкасаются ветки друг с другом, мы их убираем. Пусть у вас веток будет меньше. Даже хотите, вы можете и эту убрать. Короче. То есть у вас формируется такая, вроде лысинка, да? То есть, вроде немного коряги от нее остается. Но вы учитываете тот момент, что в течение сезона вот этот ствол, только один ствол, он может дать порядка 50 веток. А даже вот сантиметровый прирост от земли в гортензии, это порядка двадцати спрячих почек. А мы не считаем еще почки, которые еще под землей формировались. Они же тоже есть. Если вы обращали внимание, от корни тоже бывает ветка пошла сильно. Это тоже есть. В этом случае, я просто даю, как бы, это просто подарок, на этом я знаю. Вот, и в этом случае, вот формировка происходит там. То есть вот так вот мы обрезали, и вот так вот мы сформировали. Я думаю, ну, есть какие-то вопросы у кого у вас? Давайте. Сложность есть какая-то в обрезке? Черенки. Если мы нарезаем, делаем весну, если мы черенкуем гортензии, то есть обрезаем весной, то мы весной можем делать уже черенки. Это начинается март, апрель месяц. Но это тепло, то есть это дома только под кита лампу. Ну, туда мы еще денем. А если это летом, то есть июль, конец июня, июль месяц, когда мы нарезаем зеленые уже черенки, то понятно, что дома под парник, потеплится, и все это метарм будет лучше. Это можно обрезать. У вас сколько у вас? А, если два ростка? Ну, смотрите. Ну, смотрите, у вас два ростка. Два ростка. Вы каждую ветку обрезаете до двух почек. Я думаю, здесь две почки, здесь две почки оставляете. Вот они, вот подрогательство у вас осталось. У вас уже из двух метров появится четыре ростка. А надо было изначально, когда вы поможете, растения очень часто неправильно сформированы. И в этом случае не жалейте. Режьте на старую древесину. Вот у вас неправильно сформирована, слишком высокая обрезка была. Режьте на пень. Она восстановится. Убирайте все тонкие ветки. Заметьте, что когда вы формируете горпинзию, очень важно, чтобы ветки были все одинаковые. Я их называю ветки-карандаши. То есть вот я на них смотрю, на кусты, я вижу ветки по структуре одного размера. Но есть ветка, которая может чуть толще. Но в основном горпинзия, если возраст один, ее формируется один на тот же стол. А вот если вижу ветки чуть тоньше, чуть слабее, чуть кривее, убирайте. И смотрите, если вдруг горпинзию вы купили, вроде мощную, толстую, хорошую, жалко резать, да? Ну, к примеру, какой-нибудь сорок. Ну, ветки все кривые. Вырезайте их. Это неправильная изначальная формировка куста. В чем неправильность? Неправильность в том, что питомник неправильно выращивает. Как неправильно? Потому что, когда выращивают питомники, у многих ограниченная площадь. И в этом случае что делают? Ставят растения плотно друг к другу. У них начинают ветки, все вот так вот избеливаются. Это неправильная врачная продукция. То есть, что такое врачная продукция горпинзии? Гортензия не просто вот так вот вырастет. Вы думаете, вот так вот посадил ее, вот она так выросла. Ее в течение сезона режут. Это первое. Вы заметите, все вот эти ветки, которые вы самарской ветке наблюдаете, вот эти ветки, да? Практически выросли. Вот посмотрите, подойдите. Вот отсюда. Вот отсюда они все выросли. То есть, там высота растения буквально сантиметров двадцать была. Вот ей сейчас шесть лет, короткая обрезка. Посмотрите, какие шапки дала самарская лидия. Какие выступы боковые у нее формируются. Какие огромные соцветия. Это не прайс Мельба. Это не ванила прайс. Это самарская лидия. При своих структурах, при своих размерах она выдала вот такие результаты. Это задел формировки обрезки кустаков. Ну и конечно же удобрения по торфе. На что это характерно влияет. Ну и плюс грунт. Потому что если у вас глина, песок, суглина, обязательно добавляйте торфа. Процентов 67 должно быть торфа. Нет торфа, идите в лес, забирайте перепревшую состовую подсилку. Добавляйте мокс в одну. Добавляйте перепревшие волки. Максимально разрыхляйте свой грунт. Потому что у гортензий, как и у вододендронов, как и у голубики, очень мелкая волокнистая структура корней. Очень мелкая, как паутинка. Вот если обратите внимание, вот я гортензию сама раскулите, в руке держу. Это P9. Вот я вытаскиваю, вот обратите внимание, корни. То есть они очень мелкие. И очень часто вопрос. Многие говорят, а вот я купила гортензию в горшке, а вот у нее горешочки все, знаете, земли не видно, одни корни. Что в этом случае сделать? В этом случае это неправильно. То есть, возможно, неправильно выращивали. Нужно обязательно распутать этот клубок. То есть срезать нижнюю часть корней. И вот эту часть корней просто прям взять ножом и разрезать. Недавно вот... Размочить. Представьте расчесывать корновую систему. Надо, надо обязательно. Да, да. А вот смотрите, если берете вот такую саженец, видите, вот корни белые все. Смотрите, здесь даже земля виднеется. Вот белый, это агроперлин, который добавляется в груз для того, чтобы земля была более рыцкой. И в этом случае такую саженец можно ничто не делать, не подрезать, не расчесывать, а прямо так вот садить. Как и есть. Если мы наблюдаем и видим белые корешочки. Это говорит о том, что растение здоровое и живое. А чаще всего, недобросовестно наши питомники, садовые центры, закупают, можно сказать, сток растений. Сток он будет, да? Знаете, распродажа. Мы любим распродаж. И турия. И мы вытаскиваем из горшка. А вытаскиваем и корни. Мы не вытаскиваем грунт там. Знаете, как он вытащил? И видишь, хранилась структура, то есть белый корень. А мы видим глубокий корней. Просто вот сплетенный. Они же корни, корни как? Они до стены дошли и начали вовнутрь сплетаться. А что происходит? Вы посадили и смотрите, раз, у вас через два года турия умерла. А что с ней произошло? А два роза. Да нифига. Вы вытаскиваете, а там корни как были у вас подсажены, так они и остались. То есть их надо было разрезать, распутать. Пусть они бы повредились в первый год. Добавили там какого-нибудь аминороста для биокорней, для ухренения биокорней. Пусть там корни дольше начали бы развиваться. Но при этом вы дали бы возможность расти корням. Это очень важно. И в этом случае, если вы покупаете закрытую корневую систему гордин, или любые растения, не пожалейте, возьмите дожек и прям срежьте дно. Я так говорю, дно обрезать, прям срезать на сантиметрах. Прям дно срезаете, и у вас новые перешочки пойдут вниз. Пойдет развитие. В этом случае это огромный плюс. Это залог успеха. Вот. Вопрос такой. Вот на прайсмельку. Очень интересный вопрос. В каком году? Именно в каком году? Селекционер Жан Рно представил сорт гординзия под названием французская звезда. Как называется? Именно в каком году, да? И в преддверии, как бы сорта ванилов, ну не в преддверии, а уже после выхода известных сортов ванилов и прайс, сануешь райс, вышел уникальный сорт под названием, не скажу как называется и в каком году. В каком году? Ну вот, все правильно ты уже сказал. Да. Прайсмельку. Ну только руку поднимайтесь, пожалуйста. Только от вас правило поднять руку и обидеться. Да. То есть это прайсмельку в 2014 году. И Жан Рно именно в этом году представил. И в 2015 году она вышла на продажу. В 2016 году она активно уже основывалась по всей России. И сколько лет было дано питомникам, трех питомникам? Три года питомникам для России. А какие питомникам, скажите? Йону Павлэ, потом Лису Павлэ. И печь точно. Ах, ничего. Да тут сложная название, как бы китайская. Прайсмельку ваша. Спасибо. Поздравляю. Девушки, вы вручаете, конечно же, каталог нашей карты, визитку нашу. А также, так же, так же, так же, каталог новый от Организмикс. Продукт Организмикс, который можно будет взобрести. Вот. Вы тоже вручаете. Пожалуйста. Так. Ну и конечно же карты все пойдет. Так. У нас только это три остальных вопроса. Комплекты подарков. Вот. Метод. Прайсмелька. Она подписана. Так. Ну и конечно же, наша каталогия. Все он докладил. Так. Поздравляем. У вас с выигрышем. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Прайсмельку ваша. Не могу участвовать? Нет. Участвовать только за вас. Да. Людям тоже нам все интересно может быть. Так. Второй интересный вопрос. Не так давно, не так давно, компания Организмикс анонсирует препараты. Какие четыре основных препарата используют Организмикс в таких баночках? Вот если кто-то может быть запомнил и сфотографировал. Один из них я скажу, что это Биоуголь. Биоуголь. Второй выбор. Анти... Нет. Ну давайте кто-то фугу поднимет. И вот. Пробует ответить. Я такого не знаю. Второй зима. Антизима. Ну давайте. Антизима. Хорошо. Третий. Их всего четыре. Что у нас еще может быть? Готов. У нас надо по руке. Кто там готов, все ответит. Какие бы. Четыре препарата. Есть какой-то лук. Если хотите его потом дать, конечно. Будет, да? Давайте обратно убираем. Давайте называйте. Биоуголь. Потом идет антизима, да? Антизима. Как же? Терневиноль. Нет. Терневиноль. Нет такого препарата. Терневиноль. Нет. Убираем два. Именно органик микс. Четыре препарата. Препарата, которые идут вот в таких вот барочках. Первый препарат я уже сразу поставил. Называется Биоуголь. Второй антизима уже называли. Еще два препарата. Даже можно сказать подсказку. Один тонус. И второй еще. Тонус. Попробуйте с тонусом. Ничего не сможет отменить, да? Но название хотя бы скажете. Тонус я уже назвал. Название чуть-чуть впереди. Девушка назвала биотоноз, вот три ему уже спрыгнут препараты. Попробуйте назвать четвертый препарат. Что-то именостимулятор. Да. Связано с ростом. Аминороз. Аминороз. Аминороз, да. Немножко правильно. Ему на стимулятор, да. В этом случае, конечно, я, наверное, в этот раз обычно так не делаю. Но я все-таки поделаю на два презента. Девушка была впереди вас и укрой свой вид. Девушка, я вам сделаю такие два подарка. То есть, препараты аминороз, биотоноз, антезима и препарат биохорид. Четыре препарата, да? Это достаются вам. То есть, это вы собираете, это ваш подарок. Это вам подходить. Вот, вы видите. Вы получили возможность получить эти препараты. Вот, подержите. Вы собираете сразу потолок. А ты, а тогда лучше себя не так? Да, ладно, нет. Так же, наш. Да, и... А, и наш, вот здесь. Конечно, вы получаете. Вот это вам. Спасибо. Замечательно. Виктория нет. Так, и... Здоровой девушке. Вы не думаете, что вам будет плохой подарок. Ваш подарок? Нет, да. Осень. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И потрясающий кислот. Вот. Стоимость такого подарка не важна. Поэтому, я надеюсь, что вам понравится. Это для осени. Сейчас это для весны. И кислот. Киологический кислот. Который в безопасности стоит больше кислот. Спасибо вам. Так. А, каталог я... Сейчас каталог сдамы. Обязательно, чтобы он у вас был. Так, каталог для каталога. Каталог я, кстати, отзываю кислот. Вот. И в нашей кислоте обязательно тоже возьмите. Здесь еще все есть. Вот. И последний вопрос, наверное, пожалуй. Последний вопрос, который мне хочется задать. Потому что подарок у меня остался один. И Наташа, вот как раз, наверное, у нас в бюджет уже... Да? Да? Да. Да. Ну, про книжки я, друзья. Я уже сказал, да. То, что именно у нас есть книжка по гортензии. Подходите, смотрите, выбирайте. Потому что уникальная книжка. Вот. Которая, в принципе, по гортензию очень интересная. Автор здесь у нас... Какая-то стоит? Вот. Ну, к примеру, вот эта книжка стоит 1950 рублей. Называется Бомба. Бомба, да. Любимая в серии гортензия. Очень уникальная. Смотрите, какая толстая. Смотрите, насколько ресурированная. Потому что многие книжки, где даже, смотрю, принцесса Диаголос. И много-много гортензии. Смотрите, пожалуйста. Здесь просто минсовые. Куча-куча гортензии. Эта книжки нету. Так. Ротада интернет. Потрясающая по глубике завтрашняя тема. То есть учитывайте. Вот эта книжка у меня таких три. Дома, на даче и не только. На даче. Вот. А также всеквольные растения. Мормозки. Шикарная, кстати, книжка. Шикарная книжка. У меня тоже есть. Вот. Этой книги у меня нету. Как создать огород. Я думаю, интересный тоже продукт. И еще одна книжка называется Библия кладового сада. Ну, про что я и говорил. Именно про кладовый сад. Вот. И еще один последний вопрос. Последний вопрос. Кто мне сможет назвать все сорта картинзий? Можно неопочередно, а просто коллекции сортов. Именно у селекционера жанра нового. Первая рука была. Давайте на золото. Диаматина. Даймонд Курш. Дентель Дегарон. Магимон Фрейс. Остель Крим. Салдей Фрейс. Хайс ПСБ. Шельчужина. Водя. Заматская лития. Палочка. И... Медалек. 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 Браво. Все. Вы знаете, я, если честно, хочу сказать, что первый раз. Прямо четко ответили. И сказали, какие сорта картинзий вывел жанра нового. Знаете, насколько я люблю этого селекционера, уважаю. Вот. И человек, практически каждый сорт картинзий берешь. Каждый сорт отличается и листва, и цветы, и форма. Вот возьмите сорта Александра Магиева. Возьмите там какой-то другой селекционер. Все равно способы есть у многих сортов. У Рено? Нету. То есть у нее каждый сорт, он резко и четко отличается от другого. Поэтому, девушка достается. Ну, конечно же, у вас самарская лития. Двухлеткая. Двухлеткая, уважаю. Вот ваша самарская лития. Каталог. Также каталог органикмикс. Приходите к нам на лекцию обязательно завтра. 15.00 до 16.00. Завтра голубика. Завтра разыгрывается голубика в 10-литровом горшке. Большая. На следующий год будет уже ягода. Разыгрывается удобрение органикмикс для голубики. Комплект именно для голубики. Примерно сегодня только для голубики. Ну и, конечно же, некоторые секреты я не раскрою. Так что ждем вас завтра. 15.00 до 16.00. Я здесь. Наташа у нас только придет. Книжечки подходим. Выбираем. Смотрим. Вот. Секаторы. Вот мне. Сакатор. Мне понравился. Кстати, у них. Я вот и не взял. Вот смотрите. Делал именно их секаторы. Но в виде рекламы. Так что, кому интересно. И вот здесь, если кому нужны веточки брать с ней, вы можете взять. Вы можете воспользоваться секатором. Ммм. Скажите, пожалуйста. Спасибо огромное. Так вот несите, пожалуйста. Вы мне скажите, пожалуйста, одну вещь. Можно вас спросить? Аккуратнее, аккуратнее. Видно было, да? Да, да. Аккуратнее, аккуратнее. А ну, давайте спать.